Когда у ответственного и взрослого папы рождаются дети, то папа знает, в какой детский сад они будут ходить, в какой школе учиться, какое образование они получат. Папа знает, какую судьбу он, отец, приготовил своим детям. Отец знает, что его дети будут счастливы. И у отца есть план по поводу детей. Точно так же у Бога есть план нашего спасения. Мы с вами видим, как начинается осуществляться план спасения людей. Все запланировано. И мы, когда переживаем одиночество, страх, неверие, суету, смятение, всегда должны помнить о том, что у Бога есть план нашего спасения. Чтобы согласиться нам с вами, стать частью этого плана, нужно проявить веру и мужество. Равно как и ребенку, которому отец говорит, если ты будешь слушать меня, отца, ты будешь счастлив. Так и Бог каждому из нас говорит, у меня есть план твоего спасения. Но только проявив веру и мужество, ты можешь стать частью этого плана. И ты придешь к счастью, к блаженству и спасению. Это важнейшая деталь сегодняшнего праздника. Так вот, пророки, святые люди, которые проявили веру и мужество, они не просто стали частью этого плана. Они прожили свою жизнь таким образом, что люди, соприкасавшиеся каким-то образом с ними, спасали. И вот мы сегодня видим тайну Матери Божьей. Как развивается этот план. У Бога отцов и Акима и Иоанна не было детей, но они проявили веру и мужество. И вымолили ребенка. И их ребенок стал не просто частью плана человеческого спасения. Их ребенок стал вместилищем Бога. Но я еще раз хочу подчеркнуть вашу мысль. Вот сегодня облако благодати Божией осеняет Иоакима, Анну, Матерь Божию, Захарию и всех тех, кто там присутствовал. И все эти люди испытывают блаженство, счастье, радость. Но к этому дню был долгий путь у Иоакима и Иоанна. Путь страданий, маловерия, сомнения, одиночества, молитвы, скорби, воздержания. Вот к этому дню был долгий путь. И они прошли его. И если мы пройдем этим путем, проявив веру и мужество, тогда план спасения осуществится над каждым из нас. Но мы можем отказаться. Я приведу вам простой пример. Представьте себе талантливого онколога, врача, хирурга. И он приходит к пациенту. И этот онколог говорит ему, знаешь, у тебя тяжелое заболевание, онкология, но у тебя есть шанс. Я вылечу тебя, но тебе нужно пройти несколько курсов химиотерапии, сделать несколько операций, а потом пройти лучевую терапию. Это очень тяжело. И несколько раз ты будешь на грани жизни и смерти. Но у тебя есть шанс. И вот от человека зависит, согласится на это лечение или нет. И я, лично я, знаю очень многих людей, которые отказались от лечения, потому что испугали. Они сказали, я не выдержу это. Они прошли два курса химиотерапии и сказали, нет, я умру. Что? Я чуть не умер после этих двух курсов, а мне еще восемь. Сколько проживу, столько и проживу. Не хочу. Вот так и устроена духовная жизнь. Начинается курс химиотерапии, начинаются скорби и страдания, чтобы человек обрел смирение, чтобы, обретая смирение, получил благодать и по благодати спас. И вот человек начинает духовную жизнь, проживает год или два, потом говорит, нет, не хочу, боюсь, проживу как-нибудь, а вось Господь спасет. Так устроены мы с вами, ленивые, горделивые и трусливые. Поэтому, друзья мои, нужно, несмотря на то, что мы такие, просить у Господа Бога терпения, смирения и мужества. И Он все подаст в свое время. Он все устроит, но нужно потерпеть. Храни вас Господь, справедливо.